Вы даете согласие на запись нашего разговора и на его последующую публикацию? Да. Добровольно общаетесь? Да. Давление никого нет. Никого нет. Это просто беседа. Да. Ваше фамилия, имя, отчество, место проживания, место рождения, число, месяц, год рождения? Я Ильховедов Владислав Владимирович, 01-08-98 года рождения, проживаю и родился в городе Волгограде. А полный адрес проживания вообще? Город Волгоград. Говорите, пожалуйста, чуть громче. Можно особенно отстраниться от этих вопросов, поскольку есть человек. Прочитай, пожалуйста, по традиции. Аккаунт в Инстаграм Макупкин. Да, то есть вы не против, да? Мы показываем ваш аккаунт и он просто закрытый, но тут также есть переход на аккаунт вашей супруги, да? И там есть вы вместе с ней, вполне счастливые люди с локациями из России, то есть не нужно доказывать, что вы из России, а просто не все из России верят тогда. Окей, хорошо. Тогда расскажите, как вы попали в Украину. Мы с датами школы, да, совсем. Если вообще рассказывать полностью, то 18 ноября я подписал альтернативный контракт вместо срочной службы и, получается, это были наши первые учения. В Украине, 24 января мы поехали вначале в Питером рекой группы ставить палатки на полигон Апук, который находится в Крыму. Номер части Вашей скажите еще? Номер части я не помню. 33 полка. Вы не помните номер своей части? Сколько Вы прослужили? Два месяца. А что он проснул? Пропуск лежит в СБУ сейчас. В городе в котором. Да? Да. И там как бы номер был. Хорошо. Ну вот такое дело. Вы всего два месяца прослужили? Да. Ну там контракт был, правильно? Ну альтернативщик. То есть у меня срочки не было, я вместо него пошел на контрактную грубую расслужбу. Звание? Да. Должность? Стрелок. Стрелок. А второй контракт подписали? Ну, 18 ноября. 17 ноября? 18 ноября, да. То есть я вот его подписал и вот у меня сейчас набегает получается остальное время. То есть мы поехали в феврале, даже не в феврале, а мы поехали в январе месяце после Нового года. 24 января мы поехали на учения, вот эти первые наши. Вот. В начале пятером мы ехали на рекогруппы ставить палатки. Вот. Затем, получается, основная часть наша приехала, рота наша. Вот. Мы проживали месяц в палатке и как раз у нас изначально мы должны были ехать в Апук, но там не было места. Потому что каждый год проводятся в Апуке всероссийские учения. То есть все туда по очереди ездят. Ну вот в прошлом году вроде там какие-то с Индией люди приезжали. То есть как обмен опытом был. Вот. И, ну, в этом году, соответственно, тоже ждал фон пол. Мы остановились в другом месте, потому что в Апуке не было места. Потому что там, то есть уже все было занято. Это можно так и подробно все до момента вашего там пересечения. Вы сильно подробно не рассказывали. Ну, просто это зависит. Вот. Нам, в общем, нам сказали 19-го числа то, что место на этом полигоне освободилось, потому что как раз какие-то части уже уезжали домой. То есть учения закончились. Вот. Ну, мы несколько дней еще просидели, то есть на том же месте. Потом собрали, получается, броню. Сели в мономар в БМП-2 и уехали. А приехали уже в Херсон. Все. Вы знали, куда вы едете? Ну, вообще нет. Как вообще нет? Ну, ехали в Апук, то есть. Ехали в Апук, попали в Херсон? Ну да. Заехали, увидели украинские номера на машинах, флаги и что-нибудь? Нет. Единственное, у нас остановка была ночью, получается, мы переночевали. Ну, потому что надо пока ехать, если по маршу, несколько дней. Вот. Мы переночевали. Вот. А потом уже на мосту, получается, стояли. Ну, вышли когда. Мы уже под обстрелом были. Это какого числа вы были под обстрелом? Это 26-го числа были под обстрелом. То есть вы 24-го вы ехали? Ну, где-то 24-25-го, да. То есть у нас уже не было телефонов, ничего. Никаких контактов не было с… Нет. У нас с 19-го числа, как раз, когда мы должны были туда ехать, потихонечку собираться, у нас уже все изъяли. Ваши колонны. Ну, как нам просто сказали выйти. То есть из БМП. Мы вылезли и уже стояли. То есть под обстрелом мы просто спрятались за бетонные… Это, так сказать, автобаны. Кто вам сказал выйти? Командир Готы. Так. Ну, вот. Мы были на автобане. И, получается, у автобана вот в боковушке просто бетонные. Мы, что вот под обстрелом не быть, мы, получается, за них спрятались. Потом нам сказали погрузиться обратно спустя, наверное, 20-30 минут. То есть мы просто лежали. Вот. И после этого нас, получается, отвезли тоже не знаю куда. Мы вышли вообще узнавать, что происходит. И прилетел вертолет и разбил колонну. Сколько в колонне было машин? Было 6, получается, БМП-2. Так. Вот. Вообще разбили… Ну, я видел, что все. Но мы, получается, после того, как разбили, мы от вертолета убежали в лесополосу. Вот. На следующей… То есть мы ночевали в лесополосе. Без своих уже. Без нашей роты. Ну, я понял. Вы не ответили, сколько чего было в колонне. А, только вот. 6 БМП и все. А личного состава? Ну, мы считали, там должно было примерно 70 человек. Ну, 60-70 человек быть. Просто у нас не сформировано. То есть рота была. Не, меня не интересует. Меня интересует, в общем, сколько было примерно. Ну, примерно 60-70 человек. Чтобы вы понимали картину. Не получается, когда мы уже подошли к разбитой нашей колонны на следующее утро. Там только две машины было. Вот. Мы пошли узнавать у местных. Потому что там деревня рядом была. Что вообще происходит. Вот. И в итоге сами сдались. А как это произошло, как вы сдались? Да никак. Ну, просто когда узнал из Сталина, мы начали объяснять, что как раз идут боевые действия. Кто начал объяснять? Местное население. Не, ну. Ну, я не знаю. Можете рассказать эту историю? Вот. Вы прятались где-то, да? А, в лесу. В лесу. Вы спрятались, получается. Между вами какие-то разговоры там происходят, да? В это все время. Вы как-то приходите к тому, чтобы пойти сдаться. В лесу просто были. Ну, я понял. В шоке, вы же не молчите. Так же не было это. Ну, не знаю. Было несколько человек молчало. Ну, блин. Ну, мы обсуждали то, что где мы вообще находимся. Мы поняли, что мы уже на Украине-то. Потому что там были. А когда мы уже возвращались с Херсона, то есть мы начали когда это обсуждать перед вертолетом, ну вот. Сказали то, что это был Херсон. Так. Вот. И, то есть мы лежали, не понимали, что происходит. Решили переночевать. Потому что нам важнее было в тот момент, найти нашу. Вот. Но уже было темно. То есть мы уже ничего не видели. Мы решили переночевать в лесу, и на следующее утро найти. Наших не было утром. Мы пошли к колонне. Думали, может там они. Вот. Колонна тоже как бы разбита, половины машин нет. Мы смотрим деревню. Думали, может там они пошли. И пошли в деревню. Трупов не было тоже? Просто... Трупов тоже, да, не было. Ничего не было. Дальше, вы идете в деревню? Мы приходим в деревню, то есть местное население. Там как бы были с оружием, но они в нас ничего не целились. А вы были с оружием? Да, у нас вот то, с чем мы ехали. Как думаете, это как-то могло напухать местное население? Нет, они сами к нам просто подошли. Не напухала их вообще, да? Да, обычно. Окей, хорошо, подошли к вами сами. Мы подошли, получается, там мужчина, дедушка и еще мужчина в среднем возрасте. Да. Вот, мы у них начали спрашивать, что происходит. И вот они нам как бы начали объяснять, что вот война. Мы спрашиваем, где вы не видели, куда наш колонн там уехал. Вот. И в итоге они как бы сказали, что они уехали туда, но там сейчас дым. С той стороны там тоже как это происходит, типа перестрелка. Вот, начинают то же самое спрашивать, то есть как вообще тут оказались. Можно вопрос отстраненный? Да. Чем вы, вот россияне, которые зашли в Украину с оружием, отличаетесь от фашистов, которые в свое время зашли на территорию Советского Союза? Я не знаю, ничем. Но для меня вообще военное действие такое. Не, ну чем? Отличаетесь или не отличаетесь? Как вы думаете? Ну, судя вот, потому что в новостях говорят, нет, ничем не отличаетесь. Не, не судя по тому, что в новостях говорят, а судя по тому, что вы думаете и знаете из истории и понимаете из вашей истории. Чем, в чем отличие? Ну, если брать конкретно наше подразделение, то мы отличаемся от того, что мы ничего не сделали. Если брать в совокупности просто информацию, которую я сейчас знаю, то нет, мы отличаемся. Я понял. Так вот теперь я просто пытаюсь нарисовать абсурдность этой ситуации. Во время Второй мировой войны фашисты зашли в советское село, подходят и местные жители начинают объяснять, а тут вообще война? Ну, вы представляете себе такую историю? Ну, я не знал за эту историю. Нет, это просто я к тому, насколько вам вообще в принципе можно верить вот тому, что вы рассказываете. То есть вы приехали, вы заехали, попали под обстрел, переночевали, своих не нашли, увидели разбитую колонну, подошли к местным жителям и они вам говорят, здесь война. А вы такие, что правда? Ну, как так? Ну, вообще-то так и было. Хорошо, окей, пусть будет. У меня вопрос уточняющий, вы, получается, с ноября контракт, сколько вы до поездки в Украину, как вы это говорите, сколько вы стреляли? Ну, один раз у меня был магазин. То есть у нас, получается, после того, как мы типа присягу приняли, вот, отвезли на полигон, мы там снег чистили, один раз дали пострелять, все. А как у вас вот ощущение, вы же видели, там, нашу армию, вооруженные силы и вас, неподготовленного стрелка, который стрелял всего 30 раз из магазина, отправили на полноценную войну? Ну, не как на мясо кинули. Ну, просто вот, судя с тем, с людьми, с которыми вот я сидел, ну, у нас практически всех так кинули. То есть вот именно те, кто молодые и, в основном, те, кто подписывает этот альтернативный контракт, вот, все такие. Это нам комментарии пишут в Ютубе под вот видео с пленами, да? У них истории у всех какие-то одинаковые? Какими могут быть у них истории, если они реально все у вас очень-очень близкие и очень похожие? Ну, ладно, да, и вас будут, вы подошли, вам объяснили, что война, дальше какой диалог происходит? Ну, она начинает объяснять, что если вы хотите, вы можете, как бы, пойти вот к дыму, там, возможно, ваши сейчас так же стоят. Вот, ну, лучше сдавайтесь, потому что вас поубивают. Ну, мы взяли, сдались. То есть я отдал автомат свой, вот, они собирали оружие для территориальной обороны или что-то. Вот, я им показал вот магазин, ну, у меня четыре магазина было, и на двенадцатом, получается, АК-12, на магазине есть такая штука, показывает, что полный, блин, комплект. Вот, я сдал, когда меня вели, получается, сотрудником СБУ, вот, с нами почему-то ехал мужчина, который был с этой деревни, вот, он как бы подтвердил там все. Почему он ехал, ехал же вас сдавать, я понимаю. Ну, они вызвали, получается, то ли полицию, в общем, у вас есть какой-то мемор. Да, да. Вот, нас погрузили после этого в машину, там сидел вооруженный человек, а вперед сел, получается, мужчина с деревни, потому что он переживал, что нас убьют. А, видите-ка, а вы знаете, что, вот, Путин объявил денацификацию в Украине? Ну, Пут уже узнал. Встретили, наверное, нацистов встретили? Ну, мы в деревне поняли, что тут как-то нет ничего, но мы и не думали, что тут что-то есть, потому что в деревне, у нас просто первый вопрос, который спрашивают, нас наоборот, встретили все, жалко нас было, то есть нас, наоборот, накормили. Нет, я как раз все понимаю, я имею в виду, что должны были бы с вами сделать эти люди, которые вас встретили в деревне, если бы они были теми, да, от кого Путин вас послал защищать. Вот Путин вас послал защищать в Украину от каких-то нацистов, фашистов, да. Вы их встретили за все время? Нет. Начиная от местных жителей, заканчивая вот сотрудниками? Ну, у меня, в принципе, этот вопрос спрашивают только тут, то есть мне тут уже рассказали, что мы вообще фашисты. А, вы не знали, о чем вы идете? Вот. Нет, не встретили. Вы когда ехали в Украину чисто по-человечески, своим умом, вы вообще думали, что здесь будет? Я не знал, что еще будет. Нет, ну вы же уже, когда вас уже обстрелили, вы это уже знали, что вы уже сюда попали? Ну, я хотел домой вернуться. Ну, просто кто в здравом уме, прослужив два месяца, пойдет на войну. То есть неважно, сюда… Свините. Ну, не знаю, в какую-нибудь там, в Сирию или там, где у нас еще там есть спецназа отлично стоит. Ну, это нелогично. Ну, я понял. Хорошо, я сейчас позвоню вашим друзьям. Это я. Алло. Слышишь меня? Это Влад. Да, я тебя слушаю, да. Да. Ну, ты просто знаешь, что я в плену. Вот. Сейчас происходит интервью. Вот. Что происходит? Ну, интервью. Тебе сейчас будут задавать вопросы. Вот. Ты должна на них ответить. Никто ничего никому, во-первых, не должен. Как ты себя чувствуешь? Вы можете поговорить. А, можно? Все. Маша, у тебя как дела вообще? У тебя все нормально? Расскажи мне про себя. Я живой-здоровый. Просто сижу в тюрьме и все. Я вижу. Можно я тебе кое-что скажу? Да. Думаешь, так говоришь, хорошо? Хорошо. Ага. Что у тебя голос такой? Да ничего, все нормально. У тебя что? У тебя как здоровье? Никак. Родители как? Я хочу тебе рассказать, чтобы ты не загонялся, что самое главное, что ты живой. Я понял, все хорошо, Маша. Главное, что ты живой-здоровый. Ты мне скажи, как ты, как родители. Влад, все хорошо. Точно? И сейчас главное это ты у нас. Да. Уже были обмены. Вот. А ты есть в списках. Вот. Так что вас скоро обменяют. Егор с тобой? Дима с тобой? Да. Ты можешь, кстати, пожалуйста, найти эту Веронику Науменко. Вот. Желательно в параллель с разговором. Потому что Диман не знает номер ее. Что желательно сделать? Найти ее номер. Спроси у нее сейчас, пожалуйста, номер в параллель с разговором. Потому что Дима не помнит номера вообще. Он ни разу не звонил. Да. Я поняла, что он не помнит. Ага. Хорошо. Давай мы с тобой договорим, я тебе скажу. Хорошо. Хорошо. Можно уже? Да. Маш, можешь ответить на вопрос? Как ты думаешь, за что россияне пришли убивать украинцев? Что еще? Я так не считаю. Ты что? Я считаю то, что ты же здоровый, а это главное. А другую позицию я никакую не рассматриваю. Мне главное, что ты живой-здоровый и все с тобой хорошо. И я думаю только о том, чтобы ты скорее вернулся домой. Я понял. Можно еще? Наверное. Ну, вы как кто сюда пришли? Это ко мне или? Да. Ты не как кто, просто солдат на учение, который ехал и приехал не туда. Ну, с оружием зашли на чужую территорию или нет? Ну, да. Да. Значит, россияне вторглись в чужую страну? Да. Ну вот, можно еще раз спросить, за что вторглись россияне в Украину? Ну, я не знаю за что. Мне интересно, что думает вот супруга ваша об этом. Маша, ты что думаешь? По какому поводу? Я просто плохо слышу то, что вы говорите. Я слышу, когда вы говорите, только в телефон. Я либо на громко ему, скорее всего, и я не плохо слышу. Ну, как ты думаешь, из-за чего началась война? Я не думаю об этом. Я думаю только о себе. Все заканчивается. Вы сейчас, например, знаете все наперед, да? Ну. Что бы вы сделали, если бы вас отправляли в Украину? Да не подписывал бы контракт. Контракт вы подписали за два месяца до того какого-то? Ну, вы говорите, если бы я сейчас все знал наперед. Ну, перед выездом я имею в виду. Вы знаете, что бы вас отправляли? Конечно, без проблем можно отказаться от этого контракта, потому что испытательный срок еще не закончен. И пойти на срочную службу. А вроде как срочников, ну, по закону нельзя отправлять, но у вас как бы говорят в новостях, что тут и срочники есть. То есть? Ну, в новостях я их лично видел. Точнее, я уже даже интервью с ними публиковал. Ну, окей, хорошо, я понял. Передать ничего не хотите людям, которые сюда идут сейчас? Вы имеете в виду нашим солдатам? Да. Не шли сюда, потому что это бессмысленная война. И на самом деле, ну, я не знаю, какая цель, в принципе, всего этого. Хорошо. Спасибо.